Вот есть у программы автостопы, у меня лично один большой недостаток. Знаете, для кого-то? Друзей я своих люблю, и из-за них я готов свою зайницу порвать на полосатый план. Все это знают, и поэтому друзей у меня не так уж и много, и их я, соответственно, оценю. И сегодня я приехал сюда, вот, на Моржонин-9, в свой маркет-автограф. Для чего? Для того, чтобы прячься за отличный автомобиль, который представлен компанией Северсталь Ампли. Это Санген, Грэгстон. Какое получится, если дать обезьяне гранату? Примерно то же, что и дать монотогорцу возможность приобрести иноманку. Прямо я все без разговора. Думать просто не хотим. Хорошо, за вас поразмышляю, как поступок. Но вот сегодня кататься на Санген, Грэгстон мы не будем, потому что поговорим о сугубо человеческих проблемах. Проблемах монетогорского менталитета. Да, существует монетогорское такое небольшое предприятие под названием Метологический комбинат. И в связи с правилами корпоративной едики круче, чем на БМВ, едики вы не имеете права. Ну, БМВ вы тоже можете привезти здесь же. Сегодня мы поговорим о Мерседесах, предназначенных для решения мужских задач. Я вспомнил о том, что Мерседесы, джипы Мерседесы, без исключения Г-класса, в Германии не делаются. М и Р-класс делаются в Америке. То, что я очень хочу для американского производителя. А есть еще другой Мерседес. Мерседесы собраны в Корее. Кто-то может сказать, что в Сан-Гианке это чисто корейская машина. Но в этой чисто корейской машине, когда двигатель и трансмиссия полностью от Мерседеса. О чем это говорит? О безупречном качестве. А теперь, заглянув в салон, мы убеждаемся в том же безупречном качестве. Очень плотно подогненный и качественный пластик. Вставки под дерево, сделанных очень дешево. Почему автомобиль стоит не как Мерседес? Очень просто. Северсталь авто собирает эти автомобили в Татарстане. И поэтому тут мунузовая сборка дает о себе знать. Растаможка становится гораздо дешевле. И автомобиль класса Мерседеса вы можете приобрести по цене до миллиона с небольшим. Да и таких машин, кстати, не очень много выпускаются. Мерседесов, которые могут себе позволить решать очень конкретные внедорожные задачи. Этот же может. Почему? Потому что в отличие от несущего кузова М-класса и Р-класса, здесь стоит рама. О чем это говорит? Что машина предназначена для бездорожья. Есть много вариантов двигателя. Кстати, вот в этом автомобиле стоит 2,7. Дизель тоже от Мерседеса. Ну и тот, кто все-таки хочет купить новый Мерседес. В Магнитогорске вы их никогда не купите. Знаете почему? А потому что в официальном отделе Мерседес Магнитогорске не появится. А знаете почему? А потому что, чтобы стать официальным отделером Мерседес, необходимо только склад запчастей иметь на 2 миллиона евро. А вот в Автограде есть в большом количестве корейские Мерседесы. И очень удобные. И тем более, здесь у Автограда есть еще свои плюсы. Но об этом чуть позже. Слава Богу, нам дали возможность выбирать. Но мы должны научиться это делать. Или хотя бы понимать, какой автомобиль нам необходим. Этот стильный корейец с немецким сердцем и главными органами, на которых красует сверхвучевая звезда породистого Мерина, занимает промежуточную позицию между достойными уважениями китайцами и неоправданно дорогими японцами. При этом не уступая последним легчим, а выигрывая рамой и надежностью. И пусть внешность иногда заставляет задуматься, но это оригинальный корейский дизайн. Не похожий ни на кого другого. Да, это существенный плюс. Дело в том, что я попытался, опять же, протестировать некоторые кредитные агентства. Ну так, для интереса. И что-то вот не получается приобрести автомобиль дороже 600 тысяч. Почему? А очень все просто. Вряд ли ваша зарплата будет настолько серьезной. И вряд ли вы ее подтвердите. Но в «Афтограде» есть представительство Райфа-Айзенбанка. Вот, между прочим, австрийский банк. И специальное предложение. Процентный старт при покупке автомобиля «Сангьян-Крэкстон» всего 4,75 продовую. Очень приятно. И еще один замечательный подарок от супермаркета «Афтоград». Это подарочек на сумму 40 тысяч рублей. А вот, что трудно передать, это запах. Настоящий, мерседесовский. Просто аромат. Так и хочется включить зажигание. А в условиях лета переключиться на 2Х и Дипа Яр. А вот, опять, мерседесовский, передачи. Короткая передача. Ну и завершим мы сегодняшний репортаж у «Сангьян-Крэкстон». Такого хорошего автомобиля, который пока еще не пришел своих покупателей, но я надеюсь, после нашего репортажа найдет. Вот этим штандапчиком в задней части этого автомобиля «Сангьян-Крэкстон». Обратите внимание, стекло «Сангьян-Крэкстон». Открывается отдельно. О чем это говорит? О том, что автомобиль рассчитан на привередливого американского покупателя. Ну, а привередливого российского покупателя вот так легко поднимает крышу и понимает, что сейчас появился вполне доступный высококачественный автомобиль. Только в любом сегменте корейского второго. Вы, конечно, можете выбрать что-то более серьезное. Есть здесь и такое. Ну, я про BMW X5. Но на BMW X5 вы, к сожалению, не полезете туда, куда Макар телев не гонял. А вот на престижном и серьезном автомобиле